всем привет мои хорошие сегодня мы будем с вами готовить чак-чак вкусняшку тесто у нас уже здесь 50 раз поднялось и опустилась это конечно не очень хорошо но к сожалению не успеваю это тесто мы с вами делали когда делали лепешки батончики в итоге получились ссылочку на то видео как мы делали тесто давайте я напишу рецепт этого теста опять под этим видео в описании так будет лучше а кому будет интересно те вернуться и посмотрит то видео как мы делали домашний хлеб пытались сделать лепешки из тандыра сможете посмотреть в том видео давайте сейчас быстренько смазываем ручки маслом не смотрите что так мало нам с вами этого хватит больше и не надо и получится много делаем маленькие такие штучки даже наверное длинные получаются эти отставляем просто вот так и теперь раскатываем вот такие штучки не раскатываю на столе с хотела руками потому что стол шатается и камера шатается и не очень хорошо получается картинка вот что такими маленькими штучками чик-чик-чик чуть-чуть не слушается ничего страшного так так сделаем и будем эти штучки складывать вот сюда на дощечку в общем делаем вот такие трубочки чем тоньше тем лучше лучше их сразу заготовить тогда будет удобней я его вообще по-разному делаю чак-чак и еще одна у нас осталась крошечка попалась какая-то ставим сковородку сковороду кому как удобно наливаем масло я налила маслице и ждем когда хорошо хорошо накалится чем маслица наша нагрелась убавляем огонек сначала чтобы ничего не горело берем наши сосиски берем ножницы ножницы я смочила растительным маслом для того чтобы они такие были и не прилипало ничего и вот таким образом быстренько режем маленькие дольки огонек можно еще убавить потому что масло сильно нагрелась вот так вот 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 Смотрите продолжение в следующей серии. Можно резать и обваливать в муке, но тогда очень много будет муки в сковородке, и оно все будет гореть. Я не люблю так. Успеваем еще чуть-чуть порезать. Продолжение следует... Предварительно сразу готовим тарелочку, которая должна быть с салфеточками. Теперь нарезали масло, огонечек можно прибавить в салфеточку, чтобы масло все впитывалось. Огонек прибавляем и сейчас быстро все пожарится. Вторая порция будет жариться гораздо быстрее. Почему так? Наверное, потому что масло работать начинает. Тем временем подготавливаем новые коротенькие порции, чтобы было удобнее резать. Ну вот, наши... Ну вот, наши... Поджариваются штучки. В принципе, на этой фазе я уже их и вынимаю. Видите, они уже такие поджаренные. И выкладываем на салфеточку. В принципе, выкладываем на салфеточку. И выкладываем на салфеточку. все берем следующее и крошим так же до огонек лучше убавлять пока режем чтобы не дай бог масло не брызнуло потом можно прибавить ножницы лучше смачивать маслом ни в коем случае не водой вот так 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 главное ногти не отрезать а то кому-нибудь достанется сюрприз это была шутка в каждой шутке есть доля правды все и и и а и и Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... На камеру почему-то они кажутся более бледными, на самом деле они такие желтенькие, поджаренные. Продолжение следует... 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 все пожарились наши штучки в конце называется мама психанула я их сделала большими ничего страшного они все равно потом будут резаться накрываем на несколько минут сверху тоже салфеткой ну как на несколько минут минут на пять вот так прижимаем чтобы масло сверху тоже хапа лучше впиталась нам не надо излишек масла с вами а тем временем на водяной бане растапливаем мед знаю сейчас многие скажут мед нельзя греть нельзя это делать ну а по-другому такой мед ничего с ним не сделаешь я его всегда на водяной бане растапливаю чтобы он был жидкий мед наш готов вода до кипения не доходит она просто делается горячей я ее выключаю он стоит в таком виде потихонечку копится убираем бумажки горячая подождите и вот так заливаем теперь берем нашу форму чтобы легче потом было вынуть я сам контейнер положила в пакет сейчас покажу что я буду дальше делать потому что потом когда он застынет вынуть его отсюда будет сложно разрезать придется подождите тогда в контейнере контейнер может лопнуть вот так а чё тогда уже сюда все высыпем 2 приготовил один побольше один поменьше надо было в тот что побольше ничего страшно что падает можно съесть потом просто так за пакет поднимем и все отсюда вынем все вместе берем второй пакетик закрываем прижимаем не убираю в прохладное место до полного остывания а потом можно будет кушать так можно нет так не прикроется все чаю вкусняшка готова так вот так и Продолжение следует...